С 2019 года количество зараженных коронавирусом во всем мире уже достигает отметки в 700 миллионов человек. Что касается Татарстана, то зафиксировано всего 210 951 случай заболевания. Казалось бы, в последнее время эпидемия сошла на нет, однако согласно статистике Федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в республике выросло число госпитализации пациентов с COVID-19. С 20 по 26 ноября в больницы попали 224 человека, что на 19,1% больше, чем за предыдущую неделю. Большинство случаев заболевания пришлось на штамм омикрон. Обычно пациенты переносят инфекцию почти бессимптомно или по типу ОРВИ. Во-первых, это сезонная заболеваемость. Как и другие острые респираторные вирусные инфекции, COVID-19 следует определенной сезонности. Осенью люди возвращаются на работу, дети возвращаются в школу, в детские сады. Увеличивается частота и плотность контактов между людьми, что создает благоприятные условия для передачи вируса. Ну и когда на улице становится холодно, люди тоже больше времени проводят в помещениях, что также улучшает распространение вируса, то есть облегчает передачу вируса от человека к человеку. Коронавирусная инфекция, как и предсказывали ученые, стала сезонным заболеванием. У большей части заболевших COVID-19 протекает бессимптомно или как ОРВИ. У 4% заболевания проходят как вне больничная пневмония. Доминирует среди штаммов по-прежнему омикрон и его разновидности. Минздрав республики начал готовиться к росту заболеваемости заранее. В медицинских учреждениях создали резервы лекарственных препаратов, медицинских масок, оборудования, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких и развернули дополнительные COVID-койки. Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, по мнению многих ученых и врачей, останется с нами навсегда. И так же, как мы каждый год болеем простудами, болеем гриппом, так же будем болеть и COVID-19, ну или новыми вариантами этого коронавируса. При этом заболевание стало протекать в более легкой форме. Но вот эта вот постоянная передача от человека к человеку, постоянное поддерживание заболеваемости в популяции людей, все равно позволит сохранить своего рода коллективный иммунитет. В общей сложности в республике за этот год было зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ковидом. По словам представителей, Роспотребнадзора эпидемиологическая обстановка в республике в последний месяц стабилизировалась. Елизавета Газизянова, Универновости.